Две таблички на входе с надписью «Карантин», рядом мобильный пункт ветеринарной помощи. Других признаков того, что в деревне Дальние Прудище случилось ЧП, нет. 31 марта с территории Раменского района были завезены поросяты в личное подсобное хозяйство деревни Дальние Прудище. 4 апреля один из поросят скончался. По результатам исследований в нашей лаборатории мы подтвердили диагноз африканского чума свиней. В дальнейшем этот диагноз был подтвержден Росуко-Саркогенем. Диагностировать подобные болезни – задача не из простых. Врач Наталья Белоконова рассказывает, что проведение анализов – весьма трудоемкий и технологичный процесс, а результаты получаются порой через многие часы. Сейчас находимся в первой зоне выделения ДНК из патологического материала, который поступил в вибраторию. Непосредством манипуляции различных реактивов устворяются клеточные оболочки, материалы выходят, затем мы его переносим во вторую зону, где уже пытаемся определить, есть там патологический агент или нет. Инкубационный период болезни от трёх дней до двух недель, поэтому неудивительно, что ни продавцы, ни покупатели не подозревали о болезни. Откуда там возник, в Раменском районе, источник, я не могу ничего сказать. Ведётся сейчас следствие, выясняется. Возможно, лично моё мнение, скорее всего, может быть, это даже с кармами, с какими-то заведенными, необрабатываемыми. Как только о проблеме стало известно, врачи провели необходимые мероприятия и подали все документы для введения губернатором карантина на территории Ленинского района. Человеку это заболевание не опасно, люди не болеют африканской чмой, ей болеют только домашние дикие свиньи. Сто процентная летальность, то есть свиньи погибают все, лечения, вакцинации, профилактики от данного заболевания не существует. Единственным методом борьбы с данным заболеванием является наложение карантина. Иными словами, первое и главное средство предотвращения распространения заболевания – локализация заражённой зоны. На въезде все машины обрабатывают специальным раствором, хотя и до этого проведён большой комплекс работ. Полностью убивка, сжигание, кремация, полная дезинфекция, диортизация, дезинфекция. Всё, если очаг у нас полностью сейчас локализован, ветврачи дежурят. Расстроенные хозяева заражённых поросят от общения с прессой отказались, а вот жители деревни прознали о беде и искренне сочувствуют соседям. Люди хорошие. Поросят они всю жизнь держали всегда, и все мясо у них покупали. Всё нормально, чистоплотные яички тоже у них покупаем. Они работящие. Особый коврик перед входом также пропитан специальным веществом. Если даже после полной обработки какие-то микроскопические частицы остались, то их дезинфицируют на этом этапе. В чём проблема особо опасных заболеваний? То, что они, эти заболевания, выживают во внешней среде очень долго. То есть у них такая приспосабливаемость. Вот. Африканская чума свиней, это заболевание, это ДНК, содержащий вирус, он очень устойчив во внешней среде. Это проблема. Ветеринарные врачи настроены оптимистично. Все необходимые работы были проведены в сжатые сроки. По близости от очага возникновения болезни других свиноводческих хозяйств нет. Тем не менее, карантин продлится две недели. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Видное ТВ.